Громко и чётко, давайте. А что я должна говорить? То, что у Кирюши нос, и он всех убьёт за меня? То, что теперь я опасная чекуля, потому что у меня есть свой Тарантино? Я опасная чекуля, потому что у меня есть пуля. Мой пацан ездит на елике, йоу. Уже не ездит, потому что я всех отшила из-за этого Тарантино. Так вот, тот человек, который меня снимает, влог посещается. Ёбр-террорист. Не ебёт, а территорию захватывает. Девочки. Хватит снимать мою жирную рожу. Ты сказал, что я пожирной. Сюда, в камеру смотри, блядь, заебал. Ты сказал, что я пожирной. Смотри сюда. Рассказывай громко. У меня была... Всем привет, блядь, я то-то, то-то. Я откуда-то, я то-то долбоёб, давай. Таратан! Королева вернулась, да? А как я вернулась? Это секрет. Потому что ваш босс мне позвонил и сказал, возвращайся и хватит выёбываться. Но я не выёбываюсь. Вот. В камеру смотри. Дорогие мои. Вначале у меня была... В камеру смотри. Саша, мне удобно так писать. Смотри в камеру, давай. Сначала у меня была очень сильная... Громче. Сначала у меня была очень сильная депрессия. Первую неделю. Знаете, кто был без депрессии, то не человек, а просто тело. Не шуми там, блядь, сбоку. Не шуми, блядь, Кирюша. Небритая Хрюша. У меня была депрессия целую неделю. Я страдала, мучилась, рыдала. И, кстати, нихуя не помогают ваши дневники Бритт и Джонс и ваши всякие там поебюшки, кофе, горячий шоколад и всякие такие мыльные оперы. Честно. А помогают клубы? И мы с Кирюшей тусили в клубе. Да, Кирюша? А мужики помогают? А ну, расскажи, что нужно девушке? Девушке нужен мужик, который просто подкатит. Я так понимаю, что я долбоебка, потому что мне всегда нравятся всякие долбоебы. Так, Кирюша. Не обеспеченные. Нихуя не могут. Нет, ну, подожди. По сути, девушке что нужно? Дей нужен мужик, конкретный, типа четкий пацан. Как Тимач. Который подкатит тебе и скажет, есть борода, елик, да? Я тебе скажу да. Золотая карточка и вся хуйня. Бороды нет, я скажу тебе нет. Вот, снэпбэк, татуи, борода, я скажу тебе да, бороды нет. Нет, мой ответ. Я упираюсь своей рукой в твой хуй. Убери, пожалуйста. Так вот, потом я заболела. Очень сильно заболела. И вы знаете, я поняла одну истину. Ты нахуй никому не нужна. больная, никакая, ждущая трамвая, потому что ты остаешься одна. Ни друзья, ни Саша, конченый из Блокстарс. Никто тебя даже не вспомнит. Вот ты больная, ты лежи, сама поддыхай. Даже никто тебе кружку воды не поднесет. Я думал, что я сдохну. Никто не подмоет. Саша очень сильно хочет меня подмыть. Влог называться будет. Саша хочет садить. Вы знаете, типа, у мужиков есть такое... Что, что он ревнует? Тихо, тихо. У мужиков есть такое место, типа, между хуём, яичками и жопой, вот где оно всё соединяется. Это, типа, называется, там, гуч или как-то так, я не знаю, как по-английски это называется. Но вот это место самое потливое. Серьёзно. То есть, типа, если не менять трусы дня 3-4, вот там вот именно самые скопления происходят. Поэтому все мужики, которые меня сейчас смотрят, рекомендую вам подмывать именно вот прям вот так вот. Потому что то, что вы там помыли сверху, там, типа, лобок, хуёк, нихуя. Весь запах исходит вот оттуда, типа, более низко. Да, да. Поэтому следите за своими половыми местами. Ну, молодец, что хоть ты передо мной извинился. Это хоть хорошо. Всё, хорошо. Чтобы в следующий раз просто такого не было. Ну, всё, давай, пока. Приеду скоро домой, да. А сразу меня ревнует. Вы знаете, что? Он мне вынес мозг, блядь. Один раз стоило мне почувствовать себя женщиной. Потому что с этими долбоёбами я никогда себя не чувствую желанной, красивой. Саша постоянно меня оскорбляет. Говорит то, что я конченая, что я некрасивая, что мне ещё далеко для женщины. Как будто я всё это не понимаю, блядь. Что мне всякий пример ставить, всяких юль там, хуюль, блядь. Я знаю то, что они молодцы, что они добиваются своей цели любым путём, но я так не могу. А он хочет меня отправить нахер в Сибирь. Чтоб я сосала у медведя. Какая разница, Питер-Сибирь. Так вот. А я не могу сосать. Сосать у медведя и сосать у медведя олигархов это две разные вещи. Одинаково. Я люблю долбоёбов. Прикинь, приезжает к тебе обеспеченный мужчина. Ну, типа там, депутат или какой-то нефтяной магнат. Ну, у чувака, типа, своя вышка, короче, он сосёт оттуда нефть. Сосёт, да? И у него просто денег вот так немерено. Он приходит в клубасу и вот так вот делает. И говорит тебе, детка, ты моя котлетка и все дела. Я тебе покупаю квартиру, Ferrari и все дела. Только дай мне в пердулу и пососи мою хуйню. Как это ты не дашь свою дыру? За квартиру, машину и ещё? Не дам. Не дала уже. Ой, вот это вот не дала. Знаешь, что королевка должна быть другой влог. Я должна сидеть в охеренном кресле. Это ты так думаешь, понимаешь? Я должна с короной быть со своей и снимать для моих любимых деток. Вы знаете, что природа меня обделила многим, честно. Но я благодарна за то, что меня окружают те люди, которых я люблю. И знаете, вы для меня дети. И пока я вам не расскажу всю свою мудрость, не передам вам все свои знания, я просто так с этой планеты не уйду. Ты лучше расскажи, откуда сиськи. Вот это всех интересует. Все смотрят и думают. Ну, потому что раньше такого не было. Гормоны. Какие гормоны? Простые. Давай устроим тест-драйв сисек. Прямо в прямом эфире, типа, ну, а почему бы и нет? А Кирюша, если бы свой член куда-то приделать? Подожди, тихо, тихо, тихо. Бухту всадить, припарковать субмарину, подожди, припарковать субмарину, я-то могу. Потом, чтобы мне Саша опять выебывал мозг и сказал, что иди, трахайся с Андреем, иди, трахайся с Кирюшей в клубе, когда она... мне такого не было. Он был. Пока что, типа, нету денег, недостаточно денег у нашей звезды на операцию, поэтому все, что вы видите, это всего лишь воздух и поролон, к сожалению. Хотелось бы увидеть большего. заебал уже, как присоска к моей сиське. Так вот, и я заболела, да? И вы знаете, что я проебала всех дизайнеров? Очень много было видео у Шапика, у Кирюши, да? Только у меня почему-то нет видео с Вашин Вика, надо как-то это исправлять. Так вот, и я решила хоть под конец температура 39,5, я все-таки поборю ее и приеду. И я была, честно, охуенный. И пусть со мной никто не спорит, меня очень много кто ждал, мне писали, мне, кстати, говорили, что я была пиздатой, хотя, честно, я от фонаря прошлась, потому что, ну, представляете, да, с температурой огромной, и еще надо что-то себя выдать. Я думала, я умру на подиуме, но надо умирать всегда красиво, эффектно, да? Ну, с этим хуй. Потом от Саши меня забрал мужчина на гелике. И все, пошла коса под камень. И теперь Саша хочется, б я пошла на дектор лжи и доказала всей стране, что я не щеголда, как говорят в Москве. А, еще я снялась для журнала очень известного, но вы это потом узнаете. Не буду пиздеть заранее. Ребята, вывод первый. Есть такие, знаете, не змеюки, а ящерицы. Они кусят человека, да, или кого-то, животное, и потом рядом с ним ходят, оберегают, целуют, обнимают. А, сука, они, оказывается, ждут, пока месяц и ты сдохнешь от ихнего яда. Второе. Есть мужчины, ёбари террористы, не ебут, а территорию захватывают. Это тот человек, который снимает. Но это не важно. Третий вывод от Андрюши. Ой, боже, я ж Андриана, бля. Транцуха вся, Руси. Не все то мед, что моча, что блестит. Золотой фон, золотая моча и золотой слиток. Ну, блядь, понятно, что золото золотое. Поэтому вы уже фильтруете, типа, как распределить то, что жёлтое не всегда соответствует действительности. А как с тёлкой по-другому, ты мне скажи? Как по-другому именно с тёлкой? Вот, типа, есть тёлка, а есть там, типа, какое-то божество высшее духовное. Хотя, все, кто... Вот, девочки, вы меня смотрите, я уверен, типа, там, кто-то по-любому это увидит. Вы же просто выёбываетесь. Вы, типа, говорите, я там, типа, духовное создание, я медиум. Девочки, мы не выёбываемся. Просто иногда... Это, понимаешь, твоя мысль, а ты посмотри, как видят это другие люди. Саша, я не выёбываюсь. Я не имею... Никто не надо. Ты ни с кем не встречаешь. не встречаешься. Судьба, барышень... Он у меня влог украл. Ребята, Судьба, Кирилл хочет везде пропиариться, лишь бы попасть в лог-стар снова. Хуй там, блядь. А, почему я вернулась? Это женская... Это женская... Честно, это просто... Вы понимаете? А считайте, как хотите. Не посрать. Я женщина. Хочу, прихожу, хочу, ухожу. И честно, очень много зависит от мужчины. Если мужчина реально хочет, он тебя вернёт. А сами додумывайте, как хотите. Всё. Я вас очень сильно люблю. Целую. Вы у меня самые любимые мои писечки. Я вообще обожаю всех-всех вас. И спасибо, что вы меня смотрите и меня поддерживаете. Ваша трансуха Анжела. И правда, я пиздатая. Не ходить по другим каналам, потому что я очень сильно вас люблю. И у меня всё натуральное. Но я вернусь в ремарку, я же не закончил. Как так можно? Скажи, мы были бы красивой парой. Вот ты мне расскажи, суть девушки в чём заключается? Баба хочет выявнуться... Поддержка для мужчины. Поддержка для мужчины? Женщина всегда... Она, правильно, женщина, она должна в любой ситуации, даже когда мужчину её нахуй посылают, когда он читает, она всё равно должна его поддерживать. Так, так. Потому что мужчины слабые. Это понимаешь? Это когда у тебя есть гелик, типа там золотая карта. Хватит мне с геликами! Пожалуйста, не пишите мне мужики с геликами! Не пишите мне вообще мужики! Пишите мужики с Мазерати и Бентли. Гелик это уже типа отглазки 90-го. Пишите, да, те, у кого есть Мазерати, Бентли, Феррари, Ламборджини. Саша выебал мозг. Ну и, возможно, там Мерседес, там хорошо, с Мерседесом, но только не геликом, а седаном. Пишите. Влог будет называться Бог. Влог Бог. Вот, я там не знаю, кто Бог и так далее. Но, понимаешь, суть женщины. Я красиво. Каждая девушка хочет продать себя подороже. Это правда. Это правда. Все со мной согласны. То есть, и получается, это как аукцион. А какого хуя он моему видео? Я не понимаю, блядь. Что за красивый антураж? Это Антуан. Антуан? Я хочу Тимати. Мистер Блэк Стар золотой ребенок. Он реально охуенно. У него правильные мысли о жизни. Он шикарный. Понимаешь? И даже то, что Блэк Старс, Блок Старс. Ну, так а кто под кого косит? А, я ненавижу бабочки. Простите меня. Ну, хватит везде. Хватит везде эти бабочки кончены. Тошнит. Ну, ребята, поддержите меня. Ну, хватит. А знаете, в чем дело? Потому что Доронину не досталась ни одна бабочка, поэтому вот в чем проблема. Ну, какая пизда даже. Ну, типа, у меня есть бабочка и еще там пару бабочек, а у него нет ни одной. Я хотел по-другому снять. И поэтому все вот так вот и происходит. Я должна была быть милой и красивой в этом влоге. И такая, хай, привет, мои дорогие. Я вернулась, потому что я долго не была, месяц целый перед вами. Я очень сильно со вами скучала, честное слово. Вот. Я не понимаю, кто ты рядом со мной. Мы телохранитель. У него большой кинжал. Ранит прямо в сердце. А там лежит анёба. Я тебе скажу сразу, ты не можешь быть милой и красивой, потому что ты одета в черное перье, во всем черном. Извини, я приехала. И у тебя искусственные сиськи. А, кстати, я... Это уже априори наталкивает на то. Я снималась для «Снежной королевы». Кто в России и кто в Москве, то поймёт. Там есть бутики мехов. Называется «Снежная королева». Очень много рекламы, и я скоро там появлюсь. Так что смотрите и не удивляйтесь, если вы перепутаете парню с папой. Тёлку с мужиком. Ну, я не хотела так грубо говорить. Ну, короче, вы поняли, да? А ещё... Только заебал, блядь, закругляйся. А, всё. Всё, я вас очень сильно люблю, мои дорогие. Всё, пока-пока. Я заебал с Саусу. Лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу. Блядь, сука, кто ты такой?